Эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Тверской области остается стабильной. По мнению медиков, имеются предпосылки к снижению темпов прироста числа зараженных. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал главный внештатный эпидемиолог региона Александр Раздорский. По словам специалиста, Верхневолжье медленно, но верно движется к первому этапу отмены режима ограничений. Однако о скорой победе над COVID-19 говорить, конечно, еще рано. Подробности в нашем следующем сюжете. Одним из важных критериев при оценке ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе является так называемый индекс распространенности. Целевым значением этого показателя является единица, что позволяет вступить в первый этап отмены режима ограничений на территории региона. В Тверской области индекс распространенности, по словам главного внештатного эпидемиолога Александра Раздорского, сейчас немногим больше единицы. Таким образом, можно говорить о том, что наш регион медленно, но верно приближается к первому этапу отмены режима ограничений. Однако ослаблять длительность, разумеется, еще очень рано. Заболеваемость регистрируется ежедневно и решение об отмене ограничительных мероприятий или, наоборот, об усилении будет зависеть напрямую от уровня заболеваемости и количества вновь регистрируемых лиц. Нынешнюю эпидемиологическую обстановку в Тверской области специалисты оценивают, что называется сдержанно положительно, называя ее в целом стабильной. На сегодняшний день можно говорить о наметившейся тенденции к снижению темпов прироста числа зараженных. Так, по состоянию на 3 июня в Тверской области подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на настоящий момент в регионе подтверждено 1731 случаи заболевания коронавирусной инфекцией, при том, что 1229 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. Эти цифры позволяют Тверской области находиться в лидерах по числу выздоровевших от COVID-19. Впрочем, к данному факту Александр Раздорский советует относиться осторожно. Здесь оценка ситуации идет по ряду показателей. Количество свободных коек, количество вновь регистрируемых лиц, количество проводимых тестов. Тверская область одна из лидеров по количеству проводимых лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Так, на коронавирус в регионе обследовано 68 557 человек, а за последние сутки 1982 человека. Как поясняет Александр Раздорский, главным методом тестирования на сегодняшний день остается метод полимеразной цепной реакции, когда биоматериал берется из носа или ротоглотки. Также все большее применение находит иммуноферментный анализ, который помогает выявить наличие антител COVID-19. В особо сложных случаях пациенту может быть проведена компьютерная томография. Вместе с тем, отмечает Александр Раздорский, широко становятся распространены экспресс-тесты. Как правило, их проводят частные клиники за определенную сумму денег. Необходимо отметить, что если вы не имеете симптомов заболевания, решили пройти тест на наличие антител, а он дал положительный результат, то в этом случае вы можете стать источником заражения, говорят специалисты. Наличие иммуноглобулина ФМ говорит о остром периоде инфекции в организме и что этот человек может являться источником инфекции. Напротив, иммуноглобулина Г говорят о том, что человек перенес инфекцию, и это могло произойти месяц назад или два месяца назад. И здесь уже мы говорим о напряженности иммунитета, определяем количество этих антител и можем судить о том, насколько сильно сформировался иммунитет. Однако стоит помнить, что если симптомов заболевания вы не имеете, пройти тест в государственных медучреждениях у вас вряд ли получится. Сейчас они в первую очередь оказывают помощь пациентам с подтвержденным COVID-19. Существуют жесткие графики для проведения тестирования больных, уже находящихся на лечении, и медицинских сотрудников, работающих по инфекционному профилю. Возможно, в скором времени, рассуждает Александр Раздорский, ситуация изменится, и массовый скрининг будет осуществляться повсеместно и всем желающим. Пока же главным методом профилактики распространения коронавируса остается самоизоляция, соблюдение социальной дистанции, ношение средств индивидуальной защиты, прекращение контактов с заболевшими. Особенно это важно для людей пожилого возраста, так как они чаще заболевают и тяжелее обычного переносят инфекцию. Соблюдение этих простейших правил поможет всем нам в максимально сжатые сроки остановить эпидемию и вернуться к нормальной жизни. Продолжение следует...